Konnichiwa! Меня зовут Анастасия Шкут. Это проект 8 вкусов на 8 канале и мы находимся в гостях у ресторана Tokyo Moria. Чтобы оказаться в Токио, не обязательно лететь на самолете. Окунитесь в атмосферу японских традиций вместе с рестораном Tokyo Moria. Tokyo Moria – это два этажа уникальной аутентичной атмосферы Азии. Дополняет все открытая кухня с настоящей японской коптильной, где можно воочию увидеть мастерское приготовление заказанных вами блюд. Окунитесь в чарующую, притягательную атмосферу Японии и ощутите всю красоту вкуса истинной японской кухни вместе с Tokyo Moria. И сегодня мы будем готовить с ладьвостокским муслимом Магомаевым. Саш, можно так тебе представить? Ну, так лестно, конечно. Александром пстыга. Саш, доброе утро. Доброе утро. Как вообще сюда добрался? Нормально, без пробок. Да, мы с тобой за кадром разговаривали о том, что пробок совершенно нет и дороги пусты. Скажи, артист филармонии должен поддерживать себя в форме? Ведь костюмы... А вдруг ты в костюм не влезешь? Конечно, бывает так. Бывает, достаешь костюм, в котором долго не выступал, а он немножечко не хочет сходиться. Особенно после отпуска какого-нибудь. И как ты себя держишь в форме? Ну, у меня, слава богу, как-то все так с комплекцией не особо я набираю. Мне только щеки выдают сразу. Особых каких-то там режимов спортивных я не соблюдаю. Ну, иногда стараюсь там где-то. Или в спортзал, или если нет возможности дома позаниматься. Но без фанатизма. А на гастролях? А на гастролях спорта обычно нет. А еда? Еда. А еда обычно есть. Обычно есть, и обычно она не очень полезная. Да, и нужно как-то себя держать в форме, а то ближайший город там Томс какой-нибудь, а ты уже из костюма. Мне кажется, у артистов, если особенно активная гастрольная деятельность, на сцене все сгорает. Потому что все-таки идет такой энергообмен, и волнительно это все. Перед самим выступлением ты как-то себя питаешь энергией? Ну, допустим, я знаю, многие хоккеисты, к примеру, спят целый день, чтобы вечером там выйти на лед. Вообще у артистов, у певцов особенно недосып – это самый главный враг. То есть нет ни голоса, ни нужного состояния, настроения. Поэтому, конечно, высыпаться – это первое, что должен делать любой вокалист, певец, артист. Не всегда получается, особенно если это гастроли, потому что бывает приходится и за рулем где-то ездить, и сразу из-за руля после долгой дороги на сцену. Но стараемся, справляемся, пока справляемся. Саш, мы решили тебя подпитать энергией, ведь сегодня нам придется готовить блюдо вместе с нашим бренд-шефом рестораном Токио-Мори Ильей Крупадеровым. Кстати, он специально для тебя приготовил цыпленок пармезан. Да, можешь попробовать. Режь, пробуй, наслаждайся. И рассказывай, как вкусно. Слушай, ну выглядит вообще потрясающе. Мне нравится каменная посуда. Ну такая, кстати, весомая. Да, 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 да. Так, тебе кусочек отрежу, да? Спасибо. Галантно. С лапшой? Спасибо. Мне будет достаточно. Можешь, в принципе, подвигать. Так, а лапша какая-то зеленая. Почему она зеленая? Зеленая, потому что, по секрету, наш шеф-повар сказал, что она шпинатная. Угу. Да. Кстати, шпинатная лапша готовится из сока шпината. Пробуй как. Ммм, очень вкусно, мягко. Мясо мягкое. А как лапша тебе шпинатная? Ну, лапшу еще не попробовал. А попробуй. Отдает лишь шпинатам. Угу. Вкусно. Очень вкусно. Друзья, вы также дома можете приготовить цыпленок пармезан. Бренд-шеф ресторана «Токио море» Илья Крупадеров специально для вас подготовил рецепт. Генеральный партнер выпуска – компания Янта. Кетчуп Янта превосходный. Ест и сытый, и голодный. В выходной и будний день всякий ест, кому не лень. Ест шашлычный и болгарский. Ест грузинский, есть татарский. Барбетюр и острый есть. Вкус любой найдется здесь. Скажет повар вам вкусный. Кетчуп Янта очень вкусный. И почти к любому блюду кетчуп Янта просто чудо. Всем привет, меня зовут Илья, я шеф-повар ресторана «Токио море». И сегодня мы с вами приготовим цыпленок пармезан. Для этого нам потребуется куриная грудка, помидоры черри, сыр моцарелла и шпинатная лапша. Она пойдет у нас на гарнир. И начинаем мы с куриной грудки. Ковод на размер, она достаточно крупная, поэтому мы слегка ее надрежем пополам. Берем, отрезаем кусок бумаги, слегка отбиваем ее. Подготовил я уже муку, яйца взбитые слегка, панировочные сухари. В них мы добавим сушеный базилик, сыр пармезан на терке. Посолим и поперчим. Добавим красную паприку. Все хорошенько перемешаем. Обжаривать будем на сковородке просто в большом количестве масла. Пока масло разогревается, мы запанируем нашу грудку, лишнее обтрусим, обваляем яйца. И последний момент, это хорошенько запанируем в наших сухарях и сыре пармезан, чтобы получилось вот так вот. Уменьшаем огонь и обжариваем нашу грудку. Обжариваем ее с двух сторон до появления золотистой корочки. Подготовим противень, на котором будем запекать ее слегка. Обязательно с бумагой. До такой степени ее обжариваем. И подготовим томатную основу. Нарезаем мелко помидоры черри. Смешиваем их с кетчупом. Буквально две столовые ложки. Добавляем немного сушеного базилика. И выкладываем на курицу. Далее берем сыр моцарелла, нарезаем его пластиками. И кладем сверху. Ставим запихаться в духовку. 108 градусов, минут 10-12. Пока запиткается наша курица, сделаем шпинатную лапшу. Для приготовления нам потребуется вода. Слегка ее подсолим. Добавим немного растительного масла. Наша вода закипела. Забрасываем туда нашу лапшу. Время варки лапши приблизительно минут 5-7. Лапша, да, в принципе, готова. Мы сейчас ее сольем. Вбрызнем ее маслом слегка. Вмешаем туда томатный кетчуп. Буквально две столовые ложки. Все хорошенько перемешаем. Добавим немного белого перца. Так, наша курица готова. В центр тарелки выкладываем лапшу. Аккуратно сверху выкладываем нашу куриную грудку. Украшаем петрушкой. Подаем к столу. Наша курица пармезан готова. Приятного аппетита! Итак, Илья, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить дальневосточные мидии в томатном соусе. Что нам делать? Ну, Саша может порезать лук, ты можешь порезать чеснок. А сколько нам лука нужно? Всю? Я думаю, пол луковицы хватит. Сначала давим его. По традиции я ничего не режу. Потом уже, соответственно, нарезаем мелко. Прям очень мелко? Вот так? Ну, вот так достаточно будет. Саш, ты не дорезываешь. Нет, это все-таки правильно. Можно было исправить ситуацию? Это же такой лайфхак. А, да? Ты нигде сначала не подрабатывал, Саша? Нет, я люблю готовить просто. Саш, ты когда дома готовишь, ты припеваешь? Что ты имеешь в виду? Ну, там, лучок я режу, лучок. Буква Е или буква И там была? Мне тоже послышалось. Нет, припеваешь петь. Бывает, припеваю, бывает. Припеваю. Все по настроению. Все по настроению. Все по настроению. Ты себя на репетиции готовишь? Что вообще едят певцы? Мне кажется, то же самое, что нормальные люди. Нет, но я слышала, выпивают яйца. Подожди, подожди. Нет, я, кстати, люблю, если сырые яйца, то перепелиные. Ну, то есть это прям за правила. Они, кстати, чище, они полезнее, да. Как, у меня получилось? Да, да, отлично получилось. Только, наверное, много. Все-таки получилось. Добавляю немного растительного масла от Янты. И небольшое количество сливочного масла. Тоже от компании Янта. Так, ну, где-то, я думаю, вот столько нам хватит. Илья, а почему нельзя просто на сливочном? Потому что сливочное масло, оно сильно горит, да. А нам огонь здесь не нужен, потому что мы и так огонь. Все, можно, в принципе, потихонечку загружать лук. Лук? Да. Эти времена меняются, возьмите меня, стажера. Можно пока порезать череп. Саша, расскажи про свою карьеру. Поговаривают, ты участвовал в каких конкурсах? Там очень популярных. Убилей практически сейчас у нас нашего участия. Недавно списывались с ребятами с конкурса «Новая звезда». На телеканале «Звезда» был такой всероссийский конкурс. Ну, он и есть, но мне посчастливилось участвовать в первом сезоне. Это какой год? 2015. Не улетай, не улетай, еще немного погружи. И в свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. Было здорово. Это вообще был мой первый опыт такого конкурса телевизионного и федерального масштаба. Понятно, что было здорово. Как ты вообще решился поучаствовать? Ну, это ведь как-то страшно. Лететь из Владивостока в Москву. Могут сказать, что лети обратно в свой Владивосток, ты нам тут не нужен. Ну, слава богу, что все люди культурные, прям так никто не говорил. Не, ну, конечно, есть момент волнения и соперничества. Хотя, на самом деле, на этом конкурсе оказалось все очень доброжелательно. Все участники друг за друга переживали, поддерживали. Многие дружились, общаемся, переписываемся. В прошлом году, по-моему, Петр Захаров, с которым мы там познакомились с Петербурга, стал победителем «Голоса» на съемках нашего конкурса. Ну, как-то немножко не пошло у него. Решил пробовать дальше. Да, и не ошибся. Но ты решил не пробовать дальше. Я решил, что с конкурсами хватит. Почему? Ну, вот некоторые перерастают. У тебя так же, да, случилось? Я и поехал-то, собственно, туда, наверное, поздновато. Все нужно делать вовремя, в юности какие-то такие вещи. С другой стороны, никогда не поздно, да? Никогда вообще не поздно. Ну, знаешь, поздно не поздно. Но я вот хотела поговорить про поклонников и про поклонниц. Туда ведь моя родственница была на твоем концерте. Так. Мама. Моя мама. Маме привет. Да, маме привет. Никто не ожидал, что у тебя такие ярые поклонницы. Так. Да. Я сам, наверное, не знаю. Что было, я сам не знаю, что произошло. Кричали на протяжении всего концерта, Саша, Александр, Саша, спой еще. В общем, как часто ты встречаешься со своими поклонниками? И вообще, когда ты почувствовал, что, ну, ты уже популярен? На самом деле, сложный вопрос. Ну, она же такая популярность. Да я был популярен и в школе, знаете ли. Я был популярен всегда. На гитаре. Я отношусь, может быть, к этому не совсем правильно, как артист. Артист должен быть немножечко нарциссом и заниматься самолюбованием. Мне кажется, мне этого слегка не хватает. Я не считаю, что профессия артиста, певца, музыканта или популярной личности полезнее, круче и лучше, чем повар, шахтер, учитель и т.п. Ну, а почему все не рукоплещут учителям, допустим, да, когда вот встречают? Почему рукоплещут, я не знаю, там учителям? Ну, во-первых, а во-вторых, тем учителям, которые выигрывают всякие конкурсы, типа учитель года всероссийский и так далее. Кстати, мне посчастливилось даже один раз поздравить учителей. Как раз после конкурса, по-моему, на следующий год меня пригласили в Кремлевский государственный дворец выступить на дне учителя. Ого, прям в Кремлевский дворец. Наш лук обжарился до прозрачности, и мы добавляем помидоры и слегка их протушиваем. Ну, это буквально пару минут. Вернемся к твоим поклонницам. Ты так аккуратненько ушел от этой темы, а я вот вернусь. То есть ты не знал или знал, что у тебя есть армия поклонниц? Не знаю, есть ли фан-страничка, но я знаю, что эта армия существует. Нет, ну, есть, конечно, зрители, которые ходят постоянно, часто там, ну, насколько это возможно. После конкурса случилась интересная вещь, что, ну, я же выступаю в разных форматах. Есть группа кавер, где мы играем, ну, несколько другую музыку. А есть Приморская филармония, где поются эстрадные песни и ретро, и советская эстрада, и какие-то зарубежные. Был момент такой, что те люди, которые знали меня как солиста группы Коин, они очень удивились, когда я на звезде пил Магомаева, и думали, о, господи, он еще и так поет. А те, кто ходил в филармонию, не знал, что у меня есть группа, тоже удивились. В куларах филармонии тоже был подслушан разговор, где говорилось, что Магомаев – это прям твоя фишка. Не знаю, наверное, но мне очень нравятся многие песни из репертуара Маслима Магомаева. Ну, и, опять же, подходит просто там реально по голосу. Помидоры, в принципе, уже протушились, поэтому закладываем наши мидии, да. Илья, ты говорил, что это черные мидии, да? Да, черные, дальневосточные наши местные мидии. Которые можно у нас поймать. Ну, можно поймать, а можно на сайте Токио заказать. Мы их также вам привезем в таком же виде. Не так давно начали выращивать у нас их в Приморском крае, не так далеко, на самом деле, где-то, по-моему, в Тавричанке. Построили ферму и довольно-таки неплохо исправляются. Они длинные, откуда-то? Да, 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 наши мидии все равно чуть-чуть другие. Илья, а ты можешь нам мастер-класс преподать, как вот так вот делать, так, чтобы не обляпать всю стену? Ну, я полгода учился. Ну, вообще, да. Саша, давай ты попробуешь. Я, мне кажется, сейчас засыплю. Саша, надо быть смелее. Так, нужно что-то качнуть туда. Да, нужно, получается, резким движением вперед и поймать его. Лови, лови, лови. Ну, почти. Я надеюсь, да. Заливаем слегка водой. Чуть солим. Все порезали. Перчим, да. Все порезали и практически все приготовили. Соль, перец. Накрываем крышкой. Все, им достаточно минут 5-7 постоять. В конце добавим чеснок и немного сливок. Саша, расскажи, вот ты вернулся после конкурса. Что было дальше? Ну, всегда тяжело восстанавливаться. Вот, вроде бы, был в этой суматохе, вроде бы, вот эти были репетиции, эфиры. И тут ты возвращаешься в реальность. Что было дальше? Не помню, это было так давно. На какой-то определенный момент изменилось, как будто отношение ко мне. То есть, те люди, которые приглашали, почему-то начали ходить даже слухи, что, о, стыка теперь. Звезда. Какие-то несметные гонорары берет, да. А еще правда? Называли суммой. А я говорю, господи, интересно, кто-нибудь заплатил бы мне хоть раз такой гонорар, о которой хотят речь? Да, я продолжил работать в филармонии. Хоккейный клуб «Адмирал» появился тут же, да. Хотела как раз-таки перейти на «Адмирал». Ты, скажем так, можно сказать, бренд-войс или просто голос «Адмирала»? Как угодно. Саша тот человек, который объявляет номер один, Иван Налимов. Узнают тебя по голосу? Я уже отработал в «Адмирале», если я не ошибаюсь, пять сезонов игровых. И до последнего встречаются знакомые люди, которые не знали. Ну, с кем мы, может быть, редко видимся, которые не знали, что это я говорю. Ну, потому что есть определенная манера и немножечко специально углубляешь тембр, чтобы это звучало как-то по весумии. Объяви кого-нибудь. На площадке появляются черные приморские мидии. Ты проходил кастинг, как ты вообще попал туда? У меня как-то все само приходит в жизни, и все случайно. Знакомство. Знакомство, и мы как-то выступали на предматчевом шоу группой, и готовились к выступлению, разговаривали с маркетологами, с девчонками. И где-то в шутку попробовал что-то сказать таким голосом. Например, «О! А у нас как раз есть потребность в дикторе». Круто. Вот, собственно, и так. Ты до этого разбирался в хоккее и на месте уже разобрался? Я вообще не дружил никогда. Я даже первые игры сидел, я не понимал, как они следят за шайбой. Потому что я не успевал вообще понимать, что происходит. Я расслабился после первого матча. Ну, и оказалось, все не так сложно. Волнительно было очень. Но перед вторым матчем я уже ехал, скажем так, расслабленный. Но я не учил того, что в этот день играла с адмиралом команда «Йокерит» из Финляндии. И вот когда я начал читать состав команды, да, это, конечно, было очень забавно. На ком ты запнулся? На всех. Как ты выкручиваешься с ситуацией? Никак. Ну, кто там поймет. У меня был такой ляп, я дважды назвал. У нас был замечательный игрок такой, Константин Макаров. В общем, в процессе игры, ну, я уж не помню почему, как-то кинул взгляд на состав. Хотя я прекрасно знал, вот уже был не первый сезон, не первая игра, что его зовут Константин. Но я почему-то так перед тем, как объявлять, провел глазами по списку. И следующий был в списке Кирилл Воронин. Я объявил так, что пафосно, что шайбу забросил Кирилл Макаров. И я прям почувствовал вот этот взгляд, весь, все арены на себе, что, что случилось. И он проехал, так посмотрел, что случилось. Все надо мной посмеялись там, ну, весь вечер. Проходит какое-то время, Макаров уходит из нашего клуба, приезжает в составе совершенно другой команды. Я приезжаю на арену там примерно за час, как обычно, готовится. Каждый, кого я встречаю, ну, считает своим долгом. О, Сань, сегодня Макаров приехал. Кирилл, Кирилл. Да, ребят, да нормально, нормально все будет. И какой-то игровой момент, где я должен объявить Константина. Ну, и вот, эта галочка срабатывает, и я опять объявляю. Говорят, молния. Человек забросил Кирилл Макаров, да, дважды не попадает, но это не тот случай. Она попала, в общем, тебя там бросало на месте. Ну, это вообще, люди не верили, подходили, говорили, коллеги, ты специально, да, нас повеселить. Ну, я красный весь, стыдно. Все, мы, в принципе, протушили мидии. Сколько мидии тушились, скажи? Ну, вот, пока мы все развивали, минут пять, наверное, от всего. Саш, какие планы на будущее? Развиваться в разных областях. Вот, возможно, Илья все-таки возьмет меня в подмастерье. Я подумаю. Я буду резать лук и петь песни слезливые. Да. Лук же. Я так понимаю, Илья уже хочет начать сервировать. Да, мы все приготовили. А сервировка у нас будет под песню Муслима Магомаева. Давай, Саш, что-нибудь. След за мной на водных лыжах ты летишь. За спиной растаял след от водных лыж. И услышь их музыку, услышь. Как от волшебного смычка такая музыка. Тяжело, петь слюни текут. А их современные попсы, у тебя есть что-нибудь в репертуаре? Да, с группой мы играем вот до монатика. Давай монатика сейчас. Жди, Саш. Погоди, а что это так закачало? Промолчи, не хочу пропустить. Начало. Лови мелодию так, как я ловлю, так, как я люблю, так, как будто. Почему ты глазами бень, барабень, прогоняй, лень, прочь прокачаешь, то есть мочи ночью. Или днем хочешь, пойдем ближе. В центре взгляды все заберем. Ну что, пробуем? Я даю тебе эту волшебную вилку, чтобы попробовать. Я первый? Да, ты первый. А я вот так хотел. Вот так вот. Пушка, да? Что, выключайте камеру. До свидания. Давайте есть. Прикольно. Очень вкусно. Генеральный партнер выпуска – компания Янта. Кетчуп Янта превосходный. Ест и сытый, и голодный. В выходной и будний день всякий ест, кому не лень. Есть шашлычный и болгарский. Есть грузинский, есть татарский. Барбетюр и острый есть. Вкус любой найдется здесь. Скажет повар вам искусный. Кетчуп Янта очень вкусный. И почти к любому блюду кетчуп Янта – просто чудо. Что еще можно сказать? Хочется есть, не хочется говорить. Друзья, а это был проект «Восемь вкусов» на восьмом канале. Мы сегодня побывали в гостях у ресторана «Токио море». В гостях у нас сегодня был Саша Бстыга. Он, кстати, с нами готовил. Не просто так пришел. И я очень. И шеф-повар Илья Крупадеров. Спасибо большое, Саша. Спасибо вам. Очень вкусно. Пока. На площадке появляются черные приморские мидии. Доброе утро. Доброе утро. Режь, пробуй, наслаждайся. Жги, жги, жги. У меня слюна пошла. Запашок пошел. Чеснок, болеть никто не будет. А до свидания. Как будет по-японски? Пока. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok